Ночью часов в двенадцать по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один – высокий красивый брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, а другой – маленький рыженький человечек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли молча. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону. «Не посидеть ли нам?» – предложил, наконец, брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря. Рыжий молча согласился, и приятели уселись. «У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисович», – сказал брюнет после некоторого молчания. «Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей десять? Через неделю отдам». Рыжий молчал. «Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне утром заложить свой браслет. Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить. Я, знаешь, заложил. И вот при тебе сегодня в стуколку нечаянно все проиграл». Рыжий задвигался и крякнул. «Пустой ты человек, Василий Иванович», – сказал он, покрививший рот злой усмешкой. «Пустой человек. Какое ты право имел садиться с барнями и играть в стуколку, если ты знал, что это деньги не твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек после этого, а? Не перебивай. Да, я тебе раз и навсегда выскажу. К чему эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на галстуке? Для тебя ли нищего вся эта мода? К чему тебе этот дурацкий цилиндр? Ты же живешь за счет жены, а плачешь 15 рублей за цилиндр, когда отлично ни в ущерб ни моде, ни эстетике мог бы походить в трехрублевой шапке. К чему это вечное хвастание своим несуществующим знакомствам с Хохловым и с Плевака и со всеми редакторами? Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели, лжошу не краснеешь. А когда ты играешь с этими барынями, проигрывающими деньги жены, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто тебе даже хочется дать пощечину. Ну, оставь, оставь, ты сегодня не в духе, сказал Василий Иванович. Но пусть это хвостовство есть мальчишество и школьничество, продолжал Рыжий. Я согласен это допустить, ты еще молод, но я не пойму одной вещи. Как ты мог, играя с теми куклами, так сподличить? Я видел, как ты, издавая, достал себе из-под низу пикового туза. Василий Иванович покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец, оба мало-помало умолкли и задумались. — Это правда, я сильно завертелся, — сказал Брюнет после долгого молчания. — Правда. Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли, ты то невинносимое и скверное чувство, когда все тело чешется, и когда у тебя нет средства от этой чесотки. Нечто вроде этого чувства я испытываю еще час. Весь по уши залез в дебри. Совестные людей и самого себя. Делаю массу глупостей, гадостей из самых мелких побуждений и в то же время никак не могу остановиться. Скверно все это. Получи я наследство или выиграй, бросил бы, кажется, все на свете и родился бы снова. А ты, Николай Борисович, меня не осуждай. Не бросай камня, как говорится. Вспомни Пальмовского Неклюжего. Помню я твоего Неклюжего, сказал Рыжий. Помню. Сожрал чужие деньги, налопался, а после обеда расплакался перед девчонкой. До обеда, небось, не хныкал. Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов. Не будь у этого Неклюжего счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаяния. Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности. Ведь вы все купидоны. Вас любят, вас влюбляются, вам страшно везет по части женщин. Рыжий встал и заходил около скамьи. Вот твоя жена, например. Честная, благородная женщина. За что она могла тебя полюбить? За что? И сегодня вот целый вечер, в то время, когда ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенько блондинка. Вас Неклюжевых любят. Вам жертвуют. А тут всю жизнь работаешь. Бьешься, как рыба об лед. Честен, как сама честность, и хоть бы одна счастливая минута. А еще тоже, помнишь, был я женихом твоей жены-то, Ольги Алексеевны, когда она еще тебя не знала. Был немножко счастлив, но тут подвернулся ты, и я пропал. Ревность усмехнулся Брюнет. А я и не знал, что ты так ревнив. По лицу Николая Борисовича пробежало чувство досады и горливости. Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку, и звук пощечины нарушил тишину ночи. Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Все это произошло в одну секунду. Неожиданно. И вышло все глупо и нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он наглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской. Василий Иванович долго просидел молча, не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел. Сейчас начнется зудение, думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. Достанется мне от супруги за проигрыш. Всю ночь будет читать проповедь. Черт бы ее побрал. Скажу, что потерял деньги. Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка. — Поздравляем вас, — сказала ему кухарка, ухмыляясь во все лицо. — С чем это? — А вот увидитесь. Смилостивился Бог. Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальную. Там за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах. Она что-то писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею. — Ты пришел, — заговорила она. — Какое счастье! Ты не можешь себе представить. Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности. На, читай. И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа. — Читай. Мой билет выиграл 75 тысяч. Ведь у меня есть билет. Честное слово, есть я. Скрывала его от тебя, потому что... Потому что ты бы его заложил. Николай Борисович, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисович! Теперь мы ужасно богаты. Ты теперь исправишься. Не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Но ты умный и порядочный. Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась. — Вот неожиданность. Ходила я, ходила из угла в угол, бронила тебя за твое распутство. Ненавидела и потом села от тоски читать газету. И вдруг вижу, написала всем письма, сестрам, матерям. То-то обрадуются бедные. Но куда же ты? Василий Иванович заглянул в газету. Ошеломленный, бледный и не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая. Потом надел свой цилиндр и вышел из дому. — На Большую Дмитровку в номера! — крикнул он извозчику. В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт. — Она должна быть в театре, — подумал он. А из театра поехала ужинать. Немного подожду. И он остался ждать. Прошло полчаса, прошел час. Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем. Внизу на номерных часах пробило три. Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу. Но судьба над ним вжалилась. У самого подъезда он встретился с высокой тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлужковой шапке. — Виноват, — обратился Василий Иванович к даме. — Могу ли я вас обеспокоить на одну минуту? — Да, мой мужчина нахмурьлись. — Я сейчас, — сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. — Что вам нужно? — Я к тебе, я к вам, Надин, по делу, — начал заикаясь Василий Иванович. — Жаль, что с тобой этот господин, а то бы я тебе все рассказал. — Да что ж такое, мне некогда. — Завела себе новых обожателей. — Да и некогда. Хороша, нечего сказать. — За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что... Потому что я тебе не доставлял достаточно средств. Вот ты не права, оказывается, да. Помнишь тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай, он выиграл 75 тысяч. Дама взяла в руки газету и, жадными, словно испуганными глазами, стала искать телеграммы из Петербурга. И она нашла. В то же самое время другие глаза, заплаканные и тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета. Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто его украл. В эту же самую ночь Рыжий Николай Борисович ворочался сбоку-набок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечны. Продолжение следует... Продолжение следует...